Встречаемся мы сейчас в центре Москвы, в Османном районе, где от Чистопрудного бульвара, то есть Бульварного кольца, до Садового черногрязки улиц, то есть до Садового кольца, проходит вот этот большой Харитоневский переулок. По нему организовано двухстороннее движение автомобильного транспорта, а на участке от Малого Харитоневского переулка до Садового кольца одностороннее движение автотранспорта к Садовому кольцу. Переулок имеет длину около 700 метров. Назван он был в 19 веке по церкви Святого Харитония-исповедника, что в Огородниках. Существовала она и была построена с 17 века, а была радушна в 1935 году и находилась она на углу между Малым и Большим Харитоневскими переулками. Также часть улицы, которая примыкала к Садовому кольцу, участок улицы, носила название улица Хомутовка. Ну и, собственно, по одному из владельцев этого переулка дореволюционного Хомутова. Считается этот переулок спецтрассой, по которому проезжают кортежи высших чиновников, президента, правительства, поэтому он усиленно охраняется службами ФСУ. Ну, давайте пройдем по этому переулку. В нем много зданий различного функционала. И начинается он с двухэтажного здания, которое числится по частопрудному бульвару. И затем за ним отходит Гусятников переулок, взятие двухэтажных зданий. А затем идет пятиэтажный дом, который, собственно, числится по Гусятникову переулку. Это вот с левой стороны. А с правой стороны оно начинается с двухэтажным домом, который тоже числится по частопрудному бульвару. А затем уже идут здания, которые имеют нумерацию по этому переулку. И с левой стороны, за девятьэтажным домом по частопрудному бульвару, идет девятьэтажный дом по номерам 5-7, вот, 1375 года постройки. Причем, мне интересно, что территория его огорожена забором. То есть, скорее всего, живут тут люди далеко не простые, так сказать, да. С огороженной даже к стенам дома не подойти. Ну, это, в принципе, на самом деле сейчас не редкость. Но обычно это бывает в каких-то элитных жилых комплексах. А тут вот, ну, сказать, вроде как обычный дом, а с 75-го года постройки, а вдруг огорожен. А напротив находится лицей высшей школы экономики по номер 4, 1552 года постройки. Ну, обычное школьное здание, была обычная средняя школа в советское время, ну, теперь вот лицей при высшей школе экономики разных там направлений. Физик, математика, информатика и многое другое. Ну, и дальше идет здание поликлиники, но непростое. Поликлиник-то обычное, а здание непростое, четырехэтажное, по номерам 8. Причем два этажа были изначально, а потом два этажа были еще надстроены позднее. Это бывший дом Санти, 19-й век, где родился младший брат поэта Александра Кушкина, Лев Кушкин. Ну, а в 1891 году здесь была созданно бесплатная лечебница. Ну, соответственно, для нищих людей, кто не мог оплатить за лечение своей болезни. Далее справа отходит улица Жуковского, вот за этой вот поликлиникой. И далее, с левой стороны идет педагогий жилый дом, по номерам 9, 1926 года постройки. В силе конструктивизма оно как-то достроили. И считался дом старых большевиков. Ну, судя по каким-то жили те, которые, в общем-то, участвовали в Ак-Ардской революции. Ну, наверное, самые такие преданные члены партии большевиков. Матерые такие вот, идеологические. Просто самые такие коренные, можно сказать, коренастые. Ну вот, и далее идет сейчас чайный дом Дао, какой-то, собственно, китайский чайный дом. По номерам 10-х этажные здания, 1908 года постройки. Это бывший дом фиксильного фабриканта Назария Грибова. Вот, интересно, он декор очень красиво формен. Вот этот дом. И далее, вправо у нас входит улица Чеплэгина. У улица Чеплэгина. И, соответственно, дальше идет, после того, как она отходит, идет у нас 5-этажный дом по номерам 12. В 1927 году постройки в силе конструктивизма. Затем идет 4-этажный дом по номерам 12. В 1927 году постройки. Это ЖСК научных работников. Ну, да и два жилых дома. Один 5-этажный, 2-этажный, 4-этажный. И оба в 1927 году постройки. И далее, слева отходит Малый Харитонский переулок. И за ним слева идет офисное здание. Вот, и как раз оно построено на месте бывшей церкви, снесенной в 30-е годы. Церкви Харитона-Исповедника. Офисное здание 6-этажное, по номерам 13. Потом на месте церкви построили школу, как это часто было. В советское время принято. Церковь сносили, строили школу. Ну, понятно, была церковь, так сказать, источником знаний. Да, церковь была, так сказать, местом просвещения. Вот, идея революции по преимуществу. Ну, понятно, что не всегда, но в целом главной. А потом, иначе, советская школа, соответственно, с другой, так сказать, системой, с другими целями, уже с марксистской ленинской идеологией, растила у детей, так сказать, будущего, светлого, которое так и не наступило. Вот. Ну, и потом хотели строить лицей. И строительство долгое время было заморожено, даже в последнее время. Ну, вроде как, построили какое-то здание офисное. Сзади идет трехэтажный дом под номер 13, строение 4890 года постройки. А по переулку дальше, за вот этим офисом зданием, шестиэтажным идет, выселенный четырехэтажный дом под номер 13А, строение 10. Ну, еще нумерация тут очень причудливая. Смотрите, 13А, строение 10. То есть, были строения 9, 8, были просто 13. Ну, то есть, тут, почему, здесь было очень много домов, ну, как-то потом, снесли, остались какие-то вот остатки. С очень причудливой нумерацией. Ну, а с правой стороны, после того, как, соответственно, вот этих вот двух домов, или конструктивизм в таких четырехэтажных идет, дальше, пятиэтажный жилой дом под номер 12А, 1890 года постройки. А за ним шестиэтажный жилой дом под номер 14, 1612 года постройки. Бывший доходный дом Шугаева. Вот, интересные аркеры и скульптуры. Мужские скульптуры на фасаде. Затем идет четырехсемиэтажный жилой дом под номером 16-18, 2001 года постройки. Бывший доходный дом Кровец, начало 20-го века. Ну, он, фактически, существенно перестроен. Постройки делают новодельник, новый дом разных объемов. Есть пониженная часть четырехэтажная и уже, после более высокой, семиэтажная основная часть. За ним находится четырехэтажный дом под номером 20, дробь 2, 19-го века. И далее идет такая развилка. Значит, слева отходит Большой Козловский переулок, а, соответственно, справа Малый Козловский переулок. И далее, по левой стороне у нас идут бывшие палаты Рахмана Вадьяка 17-го века, белокаменные. И еще до ненавнего времени, до 2015-го года, сохранялся бывший главный дом-ассадьбы Прохорова. Ну, был снесен Прокофьево. Ну, а дальше, наверное, самая главная достопримечательность этого переулка, это бывший дворец Юсуповых по номерам 21. Ну, собственно, главный дворец, это бывшая палата Волковых, еще были в 17-е веке, ну, а потом владения в 1717-м году, то есть в начале 18-го века пришло к Юсуповым, и дальше оно у них оставалось в общем-то около 200 лет вплоть до октябрьской революции 1717-го года. Значит, ну, палаты очень красиво декорированы, перед ним находится какой-нибудь большой скверик, они еще в глубине находятся, и в советское время там было президиум Восхнин, союзная сельскохозяйственная академия, академия сельского хозяйства. И вообще всякие сельскохозяйственные организации. Ну, а потом очень долгое время зданий как-то никак по сути не используются, было в общем-то запрошено, хотя охрана там всегда была. Одно время там был музей, вот, так сказать, палаты Волковых, Юсуповых. Ну, так сказать, сейчас вроде как опять это здание передали, так сказать, сельскохозяйственная академия, опять, структурам сельского хозяйства. Ну, в общем, в итоге непонятно, что дальше с этим домом будет. Читается он таким очень большим памятником федерального даже значения. А вот, не знаю, в принципе, не знаю даже, что толком с ним делать. Вот это такое красивое здание, хороший памятник, а как использовать даже не могут. Но слишком видно, лакомый кусок, никак не могут поделить, кому все-таки он там лежит, и кому им владеть. Кстати, когда он был заброшен, многие люди с охранником договаривались заплетную сумму на 200 рублей, на 100 рублей, когда как, он пропускал людей смотреть на интерьер этого дворца, которые сохранились уже, ну, по крайней мере, частично сохранились. Но сейчас не знаю. И там вот дальше за этим вот самым дворцом находятся всякие там бывшие садебные постройки, типа там конюшни там вот у Сулковых, всякие там хозяйственные постройки, сараи, и там сейчас находятся, ну, частично, частично, даже жилые дома. В том числе, вот, например, одноэтажный дом, четырехэтажный дом есть. Вот, там люди живут до сих пор. Ну, а за этой усадьбой находится ресторанная галерея Сулков двор под номером 23, которая, собственно, заканчивает этот переулк с левой стороны. Но, по сути, это не только ресторанная галерея, сколько такая офисная галерея, то есть, хотя называются рестораны, но там не только рестораны, это такие, как бы, элитные саднички такие сделали. Вот, но, в свое время, там была автобаза какая-то, вот, довольно-таки страшное строение в этой автобазе, потом все реконструировали, по сути, заново построили, и сделали такие вот несколько особняков в линию, они идут как в глубине квартала, там, вдальят глаз, такое, несколько, как бы, интимное такое место, уединенное, вот, там, между садовой, садовой и черногрязской улицей, соответственно, вот этим вот большим халитонистским переулком, и вот, собственно, внутри там в глубине как раз проходит свой небольшой переулочек такой, такая улица, и вот вокруг находятся особняки, и вот в каждом особняке там всякий офис, но есть такие дорогие рестораны, всякие такие кафе, ну, такие вот заведения, ну, конечно, здесь все там очень дорого, кому интересно, можно посетить. Ну вот, а с левой стороны, собственно, после того, как я сказал, входит Малый Козловский переулок, дальше, после перещания с ним, по православии находится детский юношес-спортивная школа Павлия и Болу под Наром-22 в 1895 году постройке двухэтажных зданий в таком готическом стиле, еще в стиле псевдоготика, это бывший Ксенинский детский приюм. Ну, а затем идет институт законодательства при правительстве России зданий под Наром-24, дом 18-19 веков, собственно, работали, что там, там, собственно говоря, жили, ну, в общем-то, давали работу или тем, кому были назначены принудительный труд, или, соответственно, тем, кто добровольно шел туда трудиться, там они делали всякие там какие-то поделки, да, теленые ремесла, вот, были возможности, да, соответственно, для обучения и для производства, ну, вот, и, соответственно, им за это платили какую-то плату, они как-то могли жить, вот, ну, в основном, использовался для принудительного труда и был, в общем-то, заполнен не полностью, а процентов на 50 до революции, так что желающих, особенно, принудительно, ну, как-то, как работать, в общем-то, не было, ну, не то, что не было, но было не так уж и много, в 2010 году дом был реконструирован, и дальше, это офис, это бывший дом тоже трудолюбия, но это, в Горбовых, но это больше, среди для женщин, он был, женский дом трудолюбия, на 100 работников, 100 человек там было, двухэтажное здание, ну, тоже там, соответственно, женщина вот трудилась, вот, зарабатывали деньги в этом доме, трудолюбие, ну, вот и все, и, собственно говоря, дальше идет уже строение глазной больницы имени Геймгольца, который числится уже по Садовычу, иногда Скрулиса, но часть строений выходит и на этот переулок. Вот, собственно, весь переулок, что бы хотелось в целом сказать, основное описание этого переулка, ну, я хочу сказать, что переулок такой, достаточно пихий, спокойный, в общем-то, движение здесь небольшое, много интересных зданий, так что, думаю, не пожалеете, если сюда приедете, или как-то, каким-то образом окажетесь в своих туристических прогулках, думаю, что получите и удовольствие, и, так сказать, какие-то познания, вот, так сказать, радостью мой сердце. Приятных прогулок и до новых встреч, на улице.